Тему финансов, но уже в другом ключе, Владимир Путин обсудил сегодня с председателем правления ВТБ Андреем Костиным. На встречу, которая состоялась в Новоагареве, речь зашла о проекте создания почтового банка. Название полностью отражает суть идеи. Доступные банковские услуги можно будет получить в отделениях почты, что, как говорят, будет удобно, например, пенсионерам. Вот что рассказал о проекте глава ВТБ, отвечая на вопросы президента. Проработали проект создания так называемого почтового банка. Идея соединить передовые технологии банковские, которыми обладает группа ВТБ, с обширной географией сети до более 40 тысяч отделений, которые располагает почта России. Это очень хорошая идея. Мы знаем, что такие банки во многих странах мира очень активно функционируют и достаточно успешно. Хотел бы еще подчеркнуть, что проект не предусматривает никаких бюджетных средств. Более того, в течение 8 лет мы должны заплатить почте 47 миллиардов рублей. За пользование собственной инфраструктурой. И эти деньги пойдут на развитие самой почты. Мы планируем, что за первые три года мы запустим 15 тысяч офисов. Это не будет роскошных офисов, не будет. Но это будет дешевый, доступный банк с базовыми услугами. Но и для самой группы ВТБ это все-таки очень серьезный шаг в развитии. Важно только, чтобы при том, что здесь не нужны и не будет, как вы сами сказали, каких-то шикарных офисов, но важно, чтобы качество предоставляемых услуг было не хуже, чем в других банковских учреждениях. Продолжение следует... Продолжение следует...